глава 33 прогресс последних 200 лет в нашем кругу завязался разговор вполне достойный полноценной дискуссии претендующий на то чтобы украсить собой последнюю главу этой книги опустив спорные моменты привожу квинтэссенцию реплик в которых принимали участие мы с женой виктор андрей антонович аркас и его молчаливая спутница которая впрочем вставляла фраза редко но очень метко цивилизационный рывок был совершен согласно закону геометрической прогрессии мир менялся довольно медленно и незначительно не принципиально а вот последние пожалуй 200 лет движение вперед стало ускоряться так что теперь уже в рамках одного поколения стали заметны тектонические сдвиги скажем еще в начале прошлого века общение было весьма ограничено одним единственным средством связи почтой и земной шар был по субъективным ощущениям очень большой колоссальный рывок произошел с повсеместным внедрением телефонии следующий через почти сто лет когда телефон мы стали постоянно таскать собой в кармане а еще один уже лет через 15 когда телефон стал смартфоном с выходом в интернет и видео звонками очередной уже через десять лет когда плоская коробочка трансформировалась в линзу с наушником любое ограничение на общение исчезла и общение стало экологичнее я звоню когда вижу что собеседник готов принять звонок а не тогда когда удобно только мне раньше позывной мог раздаться в самое неподходящее время сигнал настигал меня скажем во время сеанса психотерапии мог помешать кому-то разбудить ребенка а сейчас я принимаю звонок только тогда когда действительно хочу это сделать вызов ставится в очередь если я занята и автоматически раздается когда я освобождаюсь и мой собеседник тоже свободен все происходит демократично и комфортно раньше знания о том как устроен мир были тайными элитными те кто обладал ими считались великими посвященными наука вообще была уделом немногих получается люди ничего кроме верований не имели в качестве стержня и без этого стержня они делали что убивали грабили обманывали неудивительно что 95 процентов всех исторически зафиксированных событиях о завоеваниях и герои великие полководцы интриганы хитрые и терпеливые правители говоря прямо убийцы и деспоты только их называли хитро хребрецами конечно отсутствие системного централизованного образования повальная непросвещенность были еще 200 лет назад аккурат в середине 19 века детской психологии как таковой не существовало и в помине то есть развитием ребенка общество не занималась вовсе ребенок считался просто маленьким взрослым а ведь какие дети таким становится все общество потом появилось само понятие детского мира с игрушками забавами а затем и детскими пособиями букварями учебниками но учили всех одинаково а в нашем веке уже после девятилетнего возраста стали разделять на специализированные классы учитывая индивидуальные особенности детей ибо образование все было очным и только в двадцатых годах стали благосклонно относиться к домашнему дистанционному обучению и вместо сотен тысяч школ сотнями учеников каждой в итоге мы имеем тысячи университетов с миллионами учеников каждом главное от чего избавилась образование во времена появления нашей неосферы зубрежка исчезла в ней надобность вся информация доставляется в ту же секунду на блюдце с золотой каемочкой мы стали обучать детей способности мыслить и находить решение практическим жизненным задачам учиться самостоятельно владеть своим телом и разумом теперь мы тренируем их они учим 200 лет назад не было поликлиник ты больниц может сказать тоже не было гигиенических традиций и профилактических прививок не было промышленной гигиены одинаковых товаров всеобщей рекламы популярных общественных рупоров как их сми средств массовой информации впрочем их сейчас уже нет каждый из нас теперь сам см и хотя профессия журналиста еще не отмерла но сильно видоизменилась потому что добывать информацию нет надобности она вся открыта раньше помню были поисковики о это были мощнейшие компании зарабатывающие огромные деньги на рекламе потому что на их порталах сосредотачивались миллиардной аудитории сейчас информация распределена по всем компьютерам специальных огромных сервисных хранилищ гораздо меньше чем двадцатых годах а еще бушевал патриархат женщину не считали за человека я говорю не о средних веках и охоте на видим о том же самом периоде которые мы с вами обсуждаем в середине 19 века а кем была женщина много ли было цариц да хотя бы чиновниц а военных много ли было женщин художниц музыкантов поэтов в двадцатом веке просвещения стало больше общество зазнало что женщина ничем не хуже более того именно она создает общество растя детей были бы убийства и войны если бы управляли миром женщины отсюда и феминизм начала века порой весьма агрессивный но это оправдано веками подавления женского начала только в двадцатом веке женщины получили право иметь недвижимость получать образование голосовать быть избранными в органы управления государством и только в прошлом веке появилась реальная возможность контрацепции выбора рожать не рожать